«Крепче за баранку, держись, шофёр» – строки известной песни сейчас актуальны для водителей-экспедиторов. Во время стихии, несмотря на тяжёлые погодные условия, они доставляли продукты первой необходимости в магазины. «Очень тяжело работать. Получается, расход большой, сцепление жгём, буксуем везде. И подъехать тяжело везде». Александр Каноненко развозит хлеб уже седьмой год. На работе его называют водителем-ветераном. Самый разгар снегопада работал с пяти утра. «До пяти загружали. Снег мешает». «Хлеб всему голова», – читает Александр. И старается доставить главный продукт в магазины во что бы то ни стало. В село пытался пробраться, удалось доехать только до Борисовки. В Корсаковке застрял и решил вернуться в город. «Видимость почти нулевая была. Ну, работать надо, людей снабжать надо. Было, застревали. В основном около магазина, не почищено. Трассы так ещё более-менее. Чистили постоянно. Поддерживали. Можно ехать было». «Без пробуксовок никак. Вообще не почищены нигде. К магазинам подъезжаешь – просто полный хаос». Хотя колбаса – продукт не первой необходимости, к его доставке Дмитрий Курчатов со своим напарником подошли ответственно. Правда, пришлось заменить казён и грузовик на личное полноприводное авто. В снегопад у внедорожника больше шансов проехать по сугробам. «До десяти вечера развозили, ничего страшного. Насквозь мокрые, как бы не привыкать. Бывало, на дорогах останавливались, потому что нереально. Подъехали бы подъехали, просто ноги мокрые по колено». С такими водителями в любую погоду и непогоду магазины города будут обеспечены товарами первой необходимости. Со временем товарооборот восстановится во всех точках продаж. Дарья Колотилина, Анатолий Молчанов и Антон Войцеховский. Телемикс.